Здравствуйте, на канале ИТОН ТВ программа «Тема дня», сегодня я веду я, Михаил Горин, а с нами на связи из Киева политехнолог Николай Спиридонов. Здравствуйте, Николай! Здравствуйте, Михаил! Я попросил бы вас прокомментировать несколько сообщений с Украины, которые поступали за последние дни. Начнем вот с такого. Пресс-секретарь президента Украины сообщила, что Киев запросил переговоры с Кремлем на уровне президентов по причине эскалации на Донбассе, а также стягивания России войск границы Украины. Так она объяснила просьбу президента Украины поговорить с Владимиром Путиным. Дальше произошло нечто странное. Согласно сообщениям украинских СМИ, Путин отказался разговаривать с Зеленским. А вот пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в последние дни, цитирую, запросов президента Украины на телефонный разговор с президентом России не было. Так как же на самом деле? Звонили, не звонили, просили, не просили? Ну, мои источники с Банковой говорят, что да, пытался Зеленский связаться с Путиным, но Путин сохраняет молчание. Он ведет свою психологическую войну и сейчас, видимо, фаза наращивания напряженности, а телефонный разговор мог бы, ну, так или иначе, хоть что-то прояснить. Поэтому Путин пока выдерживает паузу. Почему так отвечает Соголко? Ну, наверное, сейчас, на данный момент, если в России считают, что украинская сторона документально не подтвердит попытки выйти на связь, то удобнее занимать такую позицию. Понятно. А скажите, пожалуйста, есть какие-то предположения о том, а, собственно говоря, что собирался обсуждать и что собирался предлагать Путину Владимир Зеленский? Ну, как минимум, президента Украины и не только его беспокоят войска, которые вроде как по причине учений, но расположены очень близко к украинской границе. Мы, собственно, помним, что перед ситуацией на Донбассе и аннексией Крыма, в общем-то, тоже в России были якобы учения. То есть, соответственно, это уже такая, если можно так выразиться, примета достаточно плохая. Может быть, действительно в России на этот раз учения, но, как минимум, эти учения заставляют нервничать. И тут, наверное, Владимир Зеленский попросил бы своего российского коллегу все-таки отвезти войска чуть подальше от границы. Хорошо, тогда еще один вопрос. Российская сторона одной из причин концентрации войск на границе с Украиной объясняет это тем, что Украина собирается агрессивно поступить в отношении Донбасса, и мы не сможем на это смотреть спокойно, потому что там, значит, наращивается тоже украинская группировка на Донбассе, и Киев, официальный Киев, естественно, собирается туда вторгнуться, и тоже приводит в качестве доказательств наращивания военной мощи Украины на этом участке, на этом участке, я имею в виду Донбасса. Это так или не так? Если мы рассмотрим вообще историю войн последних нескольких столетий, то почти всегда для военных действий нужна была какая-то официальная причина. Собственно, если мы говорим о каких-то локальных драках, допустим, двух граждан между собой, то тоже, как правило, нужно к чему-то придраться, и вот если человек разумный, он не бросится просто так с кулаками, он все-таки подыщет хотя бы какую-нибудь формальную причину. Поэтому, в данном случае, если Россия все-таки готовит вооруженное наступление, то она может якобы мобилизацию украинских войск использовать в качестве повода. Что касается действий Украины, у меня такой информации нету, чтобы тут Украина наращивала военное присутствие до определенных действий России. Сейчас уже понятно, что в Украине проходит определенная мобилизация, но объясняется это опять-таки действиями России. Поэтому понятно, что есть горячие головы, которые официально Киев к войне подталкивают, но все-таки я со своей позиции эти заявления российские мне не кажутся обоснованными. Владимир Зеленский посетил недавно то, что называется линии соприкосновения на Донбассе, в бронежилете, каске, есть снимки, где он встречается с военнослужащими. И помимо этого, он прямо оттуда, прямо там дал интервью, в котором призвал США выделять больше вооружений, денег на борьбу, активнее поддерживать вступление Украины в НАТО и так далее. На ваш взгляд, вот это вот, ну вряд ли это можно считать совпадением, что это интервью Владимир Зеленский дал именно в такой точке горячей. Владимир Зеленский понимает, что становится очень сильно горячо и таким образом пытается заручиться защитой Америки и Европы? Разумеется, Зеленский пытается искать союзников, кроме Америки и Европы, вот он и в Турцию ездил на днях, об этом мы отдельно говорили с вашим каналом. Соответственно, да, он ищет лихорадочно поддержку, но если, допустим, ну предположить, что военная угроза преувеличена, то в принципе помощь Запада ради мобилизации армии и усиления не помешают в любом случае. Просто в данном случае Зеленский такую создал картинку достаточно, ну скажем так, правдоподобную, то есть он показал, действительно, пребывая близко к линии развлечения. Наверное, это шаг более убедительный, чем если бы он такое обречение записал из своего теплого, уютного кабинета, тогда бы это выглядело, ну менее убедительно. Вы упомянули недавнюю встречу Зеленского с главой Турции Эрдоганом. В связи с этим мне интересно ваше мнение по поводу неких аналитических публикаций, в основном в России, по поводу того, что Зеленский может вдохновиться возвращением Азербайджанам своих территорий в Нагорном Карабахе, который Азербайджан, как известно, заручился поддержкой Турции и, как считается, именно это обеспечило ему невмешательство других сторон в этой операции военной. И что Зеленский пытается заручиться тоже поддержкой Эрдогана, и, по сути, заручился, в самом случае, политической, и намерен повторить успех Азербайджана в этом отношении. Ну, соотношение сил явно другое. Может быть, он и намерен повторить успех Азербайджана, но Азербайджан даже без Турции в военном плане Армению превосходил. А Украина, учитывая все-таки активную помощь, которую оказывает Россия сепаратистам, но Украина явно не превосходит в данном случае. Поэтому поддержка Турции – это важный фактор. Кстати, в России было принято после этого решение запретить ездить россиянам на авиасообщение, прекратить с Турцией до начала июня, аргументируя это ковидом. Но, наверное, не только ковид тут ключевой фактор, потому что, когда у России случаются с Турцией осложнения, Россия немножко мешает после этого своим отпускникам отдыхать в Турции. В Турции начинают подсчитывать, что это минус миллионы туристов, минус очень серьезные деньги, и, как правило, Турция после этого, скажем, свою позицию смягчает. Тут Россия, по крайней мере, уже продемонстрировала, фактически, свою реакцию на вот эти переговоры Зеленского. Соответственно, мы уже по одному этому костному признаку должны понять, что, видимо, Зеленский определенных договоренностей в Турции важных достиг. Понятно. Еще одна тема, которую я попросил бы расформентировать, это высказывание пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель. На телевидении она высказалась по поводу, так называемого, в кавычки, даже вот цитата, украинский русский язык. Помогите, пожалуйста, понять, что имеется в виду под украинским русским языком. И это было, на ваш взгляд, частное мнение пресс-секретаря Юлии Мендель или же таким образом транслировалось мнение власти? Ну, украинский русский язык, это действительно не совсем такой русский язык, как тот, на котором говорят в России. Я когда последний раз в 2014 году ездил в Россию, после этого уже не ездил, то, в общем-то, я ощущал, что моя манера говорить на русском языке от московского русского языка отличается значительно. Потому что, естественно, какие-то где-то возникают диалекты, и украинский, русский, ну, хоть и минимально, но отличается. И сейчас пошла общая тенденция, это говорил и Аваков, это говорила и Мендель, что вот русский язык не отдадим, русский язык это часть, в том числе, и украинской культуры. Я-то с этим частично согласен, но возникает вопрос, что об этом имеют право говорить Мендель, как пресс-секретарь президента, об этом может говорить Аваков, как министр МВД. А если рядовой украинец говорит нечто похожее, то им могут заинтересоваться какие-нибудь сайты типа миротворца, поэтому тут уже нужно, если есть такое право, скажем, у представителей власти, то тогда и рядовые украинцы должны иметь право свободно говорить на русском языке, без квот, без там разных запретов, с которыми столкнулась сфера услуг, потому что тут получается почти как у Оруэлла, что некоторые звери равны, а некоторые звери ровнее других. Но в любом случае в команде Зеленского ощущают, что в преддверии выборов досрочных или срочных предъявить избирателям особо нечего, с экономикой все далеко не блестяще. И в данном случае, видимо, опять пытаются заигрывать с русскоязычными избирателями, пытаясь им предложить вместо экономических достижений, предложить им русский язык. Но пока это опять-таки выглядит диссонансом при всех квотах и так далее, говорить о том, что мы русский язык не отдадим, так, по-моему, ваше решение сделать на телеканалах 90% квоты на государственный язык и фактически вытеснить русский язык из сферы услуг, тут прямо как по Библии правая рука не знает, что делает левая. Примерно так это выглядит. То есть, я хочу просто понять, действительно, это некий посыл власти, такая проверка почвы, как на это отреагируют? Ну, скорее всего, Мендель не могла бы сделать такие заявления, не согласовав это лично с Владимиром Зеленским и с главными политтехнологами Офиса Президента. То есть, соответственно, этим вроде как определенная шайба закидывается русскоязычному населению, что вот, смотрите, мы уже вроде как собираемся и русский язык частично защищать. Понятно. Николай, спасибо, что нашли для нас время и за ваш комментарий. Всего вам доброго. Спасибо и вам. На этом все. Напомню, что с нами на связи был политтехнолог Николай Спиридонов. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова